Веселым уличным праздником в условиях ограничительных мер отметили День Матери в селе Тельвиска. Социально-культурный центр «Престиж» организовал для жителей села концерт «Сердце матери лучше солнца греет». Минувшее воскресенье в Тельвиске выдалось достаточно морозным и ветреным. Но никакая погода не помешает поздравить с Днем Матери своих мам и бабушек. Вот уж поистине сердце матери лучше солнца греет. Праздничный концерт с таким названием собрал зрителей всех возрастов. Здесь и молодые мамы с колясками, многодетные семьи и, конечно же, любимые всеми бабушки. Ко Дню Матери телевизчане готовятся по-особенному. Ведь в этот день они не только поют и танцуют, но и чествуют матерей Тельвиски, не забывая ни о ком. Во-первых, это будут мамочки, которые стали мамами именно в текущем году 2020. Затем у нас мамы, достигшие почтенного возраста, то есть, опять же, юбиляры этого года, начиная от 75 лет и свыше. Ну и заключительная номинация – это мамочки, представительницы трудовых коллективов, которые выдвинули сами коллективы нашего села. Поздравить мам с праздником, а в лице телевизчанок и всех женщин округа приехали гости из окружной столицы. Действительно, морозный день, замечательный день. И как любой футбольный матч, так и наш праздник состоится в любую погоду, неважно какой мороз и какой ветер. Дорогие друзья, для каждого из нас мама единственная и одна на всем свете. Она самый любимый человек во всем мире. И она дала нам жизнь, и на протяжении всей своей жизни она делает так, чтобы мы были счастливы. Мама произносит первое слово. Малыш вот только-только научился ходить, сделал первые шаги. Мама, если вы помните, первый класс складывали мы по слогам первое слово, когда учились читать. Мама, мамочка бежит, ребенок, когда ему плохо, когда он испугался чего-то. И в самом этом понятии мама, собственно, понятие жизни. В ходе праздничного мероприятия глава региона вручил почетный диплом победителям всероссийского конкурса «Семья года-2020» в номинации «Сельская семья Татьяне и Эдуарду Финашиным». Пара воспитывает маленького сына, отец семейства занимается в театральном кружке «Премьера» и играет в прославленном ансамбле лошкарей «Ладушки». Супружеская пара активно участвует в жизни села. Татьяна не отстает от мужа. Она участница хора русской песни «Тельвесочные кружева». Семье Финашиных победителям российского конкурса «Семья года-2020» вручили не только диплом, но и подарок – ноутбук. Ноутбук подарили и многодетной матери, воспитывающей семерых детей, Юлии Артеевой. Юлия признается, воспитывать семерых детей несложно, они доставляют немало радости матери. Хотя и хлопот с многочисленным семейством хватает. Как, впрочем, и поздравлений. Ведь маму с праздником поздравили сразу семеро детей. А это в семь раз приятнее. Не только у детей, но и у всех, ставших давно взрослыми, особое отношение к маме. С ней делятся самыми сокровенными секретами в детстве и доверяют, как никому, всю свою жизнь. «Поговори со мной, мама, о чем-нибудь поговори. До самой полночи. До самой. То есть, когда есть мама, она все выслушает, она все простит, она подскажет. Поэтому, дорогие друзья, давайте беречь друг друга, беречь своих мам, беречь своих бабушек. Ну и тогда у нас, наверное, будет больше доброты в нашей жизни». В День матери спикер окружного парламента Александр Лутовинов вручил почетную грамоту собрания депутатов Ненинского автономного округа, жительницы села Тельвиска Людмиле Паньковой. Матерей Тельвиски также поздравили глава Заполярного района Виктор Ильин и сенатор от Ненинского округа Денис Гусев. Ольга Русул, Вадим Стасюк, Телеканал «Север». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова